Женщинам надо больше стараться в постели. Большинство из вас просто неумехи. Скажи ей, что она бревно. Давай. Она делает всё, что тебе хочется. Да ну, прям всё. Практически. Практически это значит нет, мать твою. Прекращай. Пытается поймать меня на игре слов. Практически означает нет. Она не делает то, что должна. Не будь бревном, дорогуша. Он тоже самое тебе скажет. Больше отдачи. Больше отдачи. Ты уже писал на неё? Так тысал или нет? А не хотел бы? Как же сложно привнести мочу в отношения. Женщины, на которых ещё не писали, всё дело в том, что мужик не знает, как сказать вам об этом. Как это сделать? Вот мужчина рядом с симпатичной женщиной. Вы бы хотели на неё пописать? Но не знаете, как об этом сказать, да? Можно сказать, дорогая, я перепил яблочного сока. Но до туалета я не добегу. Можно я пописываю прямо на тебя? Пожалуйста, уточка моя. Утка, понял? Можно на тебя пописать и пощекотать её. Но такое не скажешь. Как сказать такой женщине, если вы не в грязных отношениях? Как сказать такой женщине, которую любишь? И как сказать ей, типа, о, детка, пока ты сосёшь мой хуй, не могла бы ты… не могла бы ты плюнуть на него? И она попытается, любя так, плюнуть… а ты такой… ну, не-е-е-е-е-е-ет. Не-е-ет, не могла бы ты… И чтобы слюна стекла по всей длине до яиц, принцесса. Не могла бы ты хоть разок подавиться им. Мне так член свой кажется больше. Да. Пиздец. Разве не прекрасно, когда тёлка давится хуем, он кажется тебе огромным. Какой хуёвый зал. Слишком много пар, я здесь уже неделю, Монреаль под гнётом пёст, весь город под гнётом пёст, вагины управляют вами, пидоры. Да вы все тут как бабы, слышите? О, матерь, боже, гляньте на этого парня. Ты принимаешь в жопу, я угадал. Старых женщин здесь тоже полно. Да хрена старой пиздятины, а тридцати и старше. Тридцатилетняя пизда уже старая. Я вам вот что скажу, ценность пиздятины как у машины, а не как у вина. Лизать тридцатилетнюю пизду всё равно, что живот крокодила. Нахер вас с вашими доисторическими пёздами. Приходится применять ВДшку на пизде. Гляньте на вот тот столик, они просто на ужасе сидят. А женщины всегда ломают мужикам кайф, это ваше предназначение. Стоит мужикам начать веселиться, как вы нападаете, как стая огнедышащих попугаев. Это глупо! И сжигаете наше веселье. Потому что вы никогда не поймёте мужчин, и потому что вы нас ненавидите, и вам не понять, как нам удаётся просто наслаждаться жизнью, так? Дело в том, что мужчины тупые, но мы все философы. Мы часами напролёт можем кайфовать с какой-то глупостью, которую вам не понять. Вот такой диалог мы можем вести два дня подряд. Эй! Ты бы трахнул тёлку, у которой нет носа. Да, я бы трахнул тёлку, у которой нет носа. Знаете, женщины, почему вы такие эмоциональные? Угадайте. Подсказка. Здесь. С кончой выходят и эмоции. Вам не дано кончать из своего тела, как парням. Поэтому мы такие свободные. Мы видим воочию своё зло. Я выдрачиваю из себя зло каждый день. Сколько же убийств не произошло, потому что я подрачил? Сколько раз я бы убил человека, если бы не выдрачил убийство из себя? А потом смотрю, чёрт, я был готов убить того мутака из-за этого? А у вас всё остаётся внутри, и это никак не выпустить. Ну, конечно, можно, и науке известен способ достижения этого. Я умею это делать, как и большинство мужчин. Но 18-ти или 20-ти летние вот так вот пальцуют девок. Помните, как вы первый раз пальцевали тёлку и касали шарика на самом дне пизды? Мне показалось, что я задел печень, твою мать. Это что, почка? Я достал до почки? Дорогая, у тебя в пизде какой-то шарик. Теперь же я тремя пальцами провожу по верху. Вставляю... Теперь верхушка находится примерно здесь, и надо проводить по ней вот так. По идее, ты делаешь всё правильно, но она говорит, подожди, я хочу писать, да не хочешь ты. Да если даже хочешь, то писай, но не прерывай меня. Подожди. И вы обливаете всё вокруг. Если б вы могли кончать как мужчины, хватали бы нас за лицо, швыряли бы вниз, били ногами, называли бы сучкой, но мы б не рыдали как вы. Ты кончила мне на лицо. Ты меня не уважаешь? Нет. Я бы тут же позвонил другу. Слышь, она кончила мне на лицо. Да? И назвала меня сучкой? Я заслужил это. Мне нравятся все звуки влагалища, например, воздух. Если вы слышите звук выхода воздуха, вам не кажется ваш член больше? В этом влагалище вообще места нет. Даже воздуху приходится... Воздуху приходится протискиваться наружу. Вот насколько там мало места. Стоило моему члену войти, и воздух съебался. Теперь там вакуум. Делайте все, что хотели бы. Вы со своей женой в плане секса делали все, и все мечты воплощаются в жизнь. Прям все мечты? Рыболовный крючок? А вы не знаете про этот крючок? Это когда трахаешь тёлку сзади, и хватаешься руками за её. Но она должна быть включена в эту игру, чтобы было по кайфу. Должно лицом показывать рыло. А делали ей удар сзади? Я ничего не выдумываю. Удар сзади – это когда ебёшь тёлку сзади, и прямо перед тем, как кончить, бьёшь ей по затылку, чтобы она отключилась. Это приводит к сокращению всех мышц, в том числе влагалище. От этого ты кончаешь так, как никогда. Она обхватывает твой хуй очень крепко, сокращающаяся пизда, и это балдёж. А делали маску гориллы? Маска гориллы – это когда кончаешь тёлке на лицо, потом берёшь лобковые волосы и бросаешь в неё. Делали ей Дарт Вейдера? Дарт Вейдер – вы кончаете тёлке в обе ноздри, и она начинает дышать вот так. Делали ей Полтергейста? Полтергейст – это весело, но для этого нужен друг. Трахаешь тёлку сзади, потом отходишь, и твоё место занимает друг. А ты выходишь на улицу и машешь ей рукой в окно. И говоришь – я здесь. Ты воняла, Джейн. А как насчёт злого пирата? Злой пират – это прикольно. Кончаешь тёлке в глаз, пинаешь ей по ноге, чтоб она начала прыгать по комнате. Член в кляре? Член в кляре – это когда трахаешь тёлку на пляже, и член случайно падает в песок, но ты вставляешь его обратно. А Человека Паука делали? Человек Паук – это когда кончаешь себе в руку и куляешь ей в лицо. Какая отвратительная женщина А как насчёт Гудини? Гудини это вообще бомба Трахаешь тёлку сзади, перед тем как кончить, плюёшь ей на спину Она думает, что всё, поворачивается, и ты разрежаешь ей в лицо И говоришь, тадададад Всё, мне пора, народ, спасибо всем большое, я пошёл Субтитры сделал DimaTorzok